Здравствуйте, уважаемые зрители канала Прответок. Меня зовут Дмитрий. Каждому огороднику известно, что растения должны получать в достатке основные элементы питания – азот, фосфор и калий. Однако, кроме этих элементов, растениям нужны и микроэлементы. Самый недооцененный микроэлемент – это кремний. Многие огородники считают, что данный микроэлемент второстепенный. Однако, при нехватке кремния растения не могут усваивать более 70 элементов питания. Последние исследования европейских и российских ученых подтвердили высокую значимость кремния для растений. Итак, для чего же нужен кремний? Кремний повышает устойчивость растений к низким и высоким температурам, укрепляет стенки клеток, оптимизирует обмен фосфора и азота, формирует стрессоустойчивость, стимулирует развитие корневой системы и повышает урожайность. Кроме того, кремний повышает устойчивость к болезням и вредителям. Исследования показали, что применение кремния снижает потребность в применении пестицидов на 40-60%. При высоком содержании кремния в корневой системе уменьшается риск развития грибковых заболеваний. Внесение удобрений с кремнием уменьшает потребность азотных, фосфорных и калийных удобрений. Повысить концентрацию кремния в почве можно несколькими способами. Первый способ – это внесение удобрений с высоким содержанием кремния. Я пользуюсь вот таким удобрением Sillyplant. Это удобрения в хилатной форме, где кремний находится в легко доступной для усвоения растений форме. Кроме того, в Sillyplant содержатся калий, бор и другие полезные микроэлементы в хилатной форме. Sillyplant можно использовать в баковой смеси с другими пестицидами. При этом норму пестицидов можно сократить на 40%. Урожай будет более экологичным. Sillyplant можно применять путем опрыскивания, либо полива растений каждые 10-14 дней. Кремний является труднодоступным микроэлементом. Однако удобрения с высоким содержанием кремния можно приготовить из природных составляющих. Много кремния содержится в обычном хвоще. С помощью настоев и отваров хвоща проводят корневые и внекорневые подкормки. Для того, чтобы приготовить отвар, понадобится 1 кг свежего хвоща и 10 литров воды. Хвощ замачивают на сутки в воде. Затем данный настой кипятят в течение 30 минут, процеживают и ставят, чтобы он остыл. Для опрыскивания растений используют 1 литр отвара на 10 литров воды. Проводят внекорневые обработки. Раствор может храниться около двух недель. Потом он может забродить. Его уже можно использовать только для корневых подкормок. Кроме хвоща, высокое содержание кремния в одуванчике, крапиве, горце птичьем и топинамбуре. Из данных растений можно готовить бродиловку и поливать растения. А еще для полива рассады и огорода можно применять кремниевую воду. Для этого понадобится 200 грамм измельченного, раздробленного кремния на литр воды. Настаиваем 5-7 дней и поливаем рассаду и огород. В такой воде можно замачивать семена. Всхожесть повышается в разы. Кроме того, кремний может содержаться и в золе, особенно в золе злаковых культур. Кремний является необходимым микроэлементом для нормального развития растений. Благодаря кремнию повышается урожайность и устойчивость растений к заболеваниям. Обязательно применяйте удобрения с высоким содержанием кремния у себя в огороде и получайте щедрые урожаи. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok